друзья я думаю большинство из вас даже не слышали об этом крошечном городке поэтому я хотел бы познакомить вас с этим уникальным и пожалуй самым живописным белым городом провинции кадис с высоты птичьего полета а 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 Мои отношения с этим уютным и романтичным городом особенные. Я очень люблю этот город. Но здесь также находится один из самых моих любимых ресторанов Испании. Я ждал два года, чтобы снова вернуться в него. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, на самом деле это безобидная дорога, которая ведет в тот самый ресторан Бенто Пинто. Сюда можно также доехать на машине всего лишь за 4 минуты. Но чтобы полностью насладиться регионом и попробовать местные вины с едой, которые вы кушаете, я вам советую все же пройтись пешком. Всего лишь занимает дорога 18 минут. Но имейте в виду, что на обратном пути вам нужно будет идти немножко дольше, потому что вы будете идти в гору. Но вот и он, долгожданный Бенто Пинто. Друзья, наконец-то свершилось. Наша еда пришла. Опять. У меня баранина. Ладно, это тюна. Кто победит в этой свадке, сейчас узнаем. На самом деле, они очень великолепные. Я уже попробовал. Люди, которые не любят баранину, они не были в этом месте. Потому что в нее нет ни малейшего привкуса баранины. Я не знаю, она либо молодая, либо... Но привкуса вообще никакого нет. Баранины привкуса нет вообще. И есть только мягкость, мягкость текстуры. Мягкость сока, она безумно нежная, безумно нежная. И очень вкусная картошка. Вместе это работает великолепно. Я думаю, что из баранины сделать ничего больше не надо. Самое главное, нет никаких способов. Слой специй, чтобы перебить вкус баранины. И не самого. И касса. Но не того вкуса, которого все боятся. Я сам переблю вкус старой баранины, которая бывает. Поэтому пробуйте ее, кушайте, и остается во рту ничего урок. Как приятно. Какой неприятный. Здесь этого вообще нет. Это байна. Кус, который мне напоминает по вкусу немного кролика. Который безумно нежный. Хотел бы вам рассказать немножко о Агате Тюна. И на самом деле, это в пользу, в пользу случая, что я вам расскажу, я не украду еще один кусочек этого прекрасного творения этого региона. Смотрите, смотрите, как она режется. Это невозможно. Это просто, это просто бомба. Теперь в рот. Пахнет рыбой. Ну, свину я бы никогда не подумал, что Тюна. Тюна просто превосходная. Она просто распадается на чай, на кусочки. Она просто, она настолько нежная, что она нежнее просто. Он уже не может. Еще немножко нежнее, она будет просто соус. Нежнее, нежнее и очень сочное. Безумно сочное. Это я просто не езжу, но на самом деле, не ею. Просто бомба. Самое интересное, что я еду в первый раз. В прошлый раз я здесь супер не ел. Очень вкусно. 10 лет? 9, наверное. Ну, они разные, разные блюда. Кто-то любит мясо, кто-то любит рыбу. Сегодня я хотел бы, наверное, больше рыбы. А когда я хотел рыбу, я благодарен, что она сказала, что супер. Давайте кушать. Мы будем кушать. А вы скоро будете кушать. Приезжайте обязательно в это место. Пенту пинта. Песе. Камп. Что за последний раз вいます? Сколько мы захотел? Покупить. Что estan ответы? Это значит, кто-то. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Когда будете в этом регионе, обязательно попробуйте это вино, Винниген Ораньхер Это апельсиновое вино, его особенность в том, что его делают именно в Дехере, а когда его делают, добавляют корочки апельсина, что придает ему безумно вкусный аромат и вкус Это десертное сладкое вино, украсит вам любой ужин, а также подвинет вам настроение, я обещаю Субтитры сделал DimaTorzok Это, дорогие друзья, площадь Испания, Плаза de España Именно здесь, в конце июня проходит фестиваль Ночь свечей, когда во всем городе потухает электрический свет и зажигаются тысячи свечей по всей площади, во всех окнах и по всем ступенькам города Я никогда не был на этом празднике, но мы вместе можем представить, насколько красиво и грандиозно это зрелище Только ради него уже стоит приехать в этот город и увидеть все своими глазами Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Здесь же вы найдете памятник Хуану Релинквису Именно ему Вехер обязан своей независимостью Он потратил всю свою жизнь, чтобы добиться независимости И в конце концов, 11 лет после своей смерти, в 1560-х годах, Вехер стал независимым Гуляя по этому сказочному городу, невозможно не обратить внимание, насколько много здесь цветов Местные жители радуют друг друга, радуют посетителей этого города и празднуют жизнь тем, что выставляют цветы на улицу Эти красивые сказочные цветы Ребята, если вы захотите собрать с собой такой сувенир Погремушечку Будьте очень аккуратны, если вы будете залезать на дерево или подходить к нему близко Потому что он колючий Посмотрите на эту колючку Чтобы вам видеть, насколько она большая Как она будет спокойненько вас уколоть на всю руку Конвенту de Nuestra Senora de la Concepcion Монастырь Богоматери La Concepcion Именно в этом женском монастыре использовалась одежда, которая стала в дальнейшем одним из символов города Она называется Кабихада, что означает укрываться Сегодня Кабихада используется больше как наряд на местных городских фестивалях Есть мнение, что этот наряд пришел сюда из ислама вместе с маврами Однако это неверно, так как наряд появился в Испании гораздо позже В 17 веке, два столетия после окончания реконкисты Да и потом он характерно отличается от исламского Кабихада закрывает все тело, оставляя видимым только левый глаз А под ним скрываются изысканные белые блузки Ну а наше время в этом сказочном уютном городке, к сожалению, подходит к концу Хочу пригласить вас на эту воздушную прогулку и сказать Вейхеру До скорой, обязательной встречи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 не заехав туда еще раз. Друзья, мы снова в бентапинто. Друзья мои, мы снова в бентапинто. Сегодня наша еда, которая нам приносит в начале на заведение, составляет 4 компонента. Тюна, томат, также паприка и оливковое масло. Пахнет великолепно. Эти 4 компонента на самом деле просто безумно работают вместе. И пахнут великолепно, просто великолепно. Хрустящий лучок, тюна прекрасная, свеженькая, мягенькая, томаты и чуть-чуть соли, чуть-чуть. Великолепно, спасибо, очень вкусно. Мы заказали два супа. Один называется суп де мориско, который я вам сейчас покажу. А этот суп де Пикадио. Этот суп с рисом, рис, там есть ветчина и яйцо. Пахнет щами или какой-то вот у нас есть русский суп. По-моему, щи. Не знаю, великолепно пахнет. Вкус? Посмотрим. Очень богатый вкус. Рис. Такой солененький. С пивом будет прекрасный. Очень вкусный. Агата. Заказала себе. Рыбный суп. Суп де мориско. Суп де мориско. Мориско означает на испанском сифу. Морские продукты. Здесь есть рыба, креветки, а также мидия. По запаху это просто паея. Это жидкое паея. Не знаю. Давайте пробовать. Я думаю, что будет великолепно. Гораздо меньше соли, но вкуса больше. В раза, наверное, три. Ну, само собой. Это морские гады. Просто офигительный суп. Просто офигенный. Так вкусно. Давно не ел паею, товарищи. Это просто волшебство. Это не суп, это волшебство. Приятного мне аппетита. Друзья мои, наша рыбка к нам приплыла. Рыбка наша золотая. Как сказал Педро, наш золотой Педро, наш пациент. Рыбка порезанная пополам. Снайпер. Я напишу в комментарии, как она называется. Я, честно говоря, не знаю. Снайпер. Но рыбка смотрится великолепно. Нежнейшая. Безумно нежная. И свежее, наверное, быть не может. Когда он нам приносил, она практически была еще живая. Просто нежнейшая. С вином я вам обязательно советую попробовать, когда будете здесь, барбазу. Это изумительное вино. К сожалению, оно кончилось. Мы попробовали стаканчик, и его больше нет. Мы пьем другое вино. Форлон. Такое вот тоже местное кандийское вино. Хорошее. Но барбазу лучше. Обязательно пробуйте белый барбазу. И красный с рыбкой. Вы не пожалеете, я обещаю. Барбазу лучше. Ну что, кушаем, товарищи. Давайте. Наше последнее, наше последнее волшебное блюдо этого заведения, с которым мы прощаемся. Это, господа, англостийский пудинг. Называется вкусный, нежный, сладенький, но не очень сладкий. Он не приторный вообще. Баланс между сахаром, вкусом. Это просто превосходно. Это когда вы знаете, вот когда вы кушаете десерт, вам нужно попить срочно кофе. Вот я его ем, и мне не хочется пить кофе, потому что он просто превосходный, просто как он есть. Ну как я хочется пить, потому что я его заказал. Ваше здоровье. Наша следующая станция. Кадис. Скал. Аштрали. Великолепно. Великолепно. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...